Всем привет, с вами AppleTem. Добро пожаловать на канал и до выхода первой беты iOS 14 остается всего лишь пара недель. Напишите в комментариях, какие фишки в iOS 14 вы ждете больше всего, ради которых вы готовы будете обновиться. А это 10 подтвержденных фишек iOS 14. Оценим видео пальцем вверх, это важно. Подписывайся на канал и обои из видео у нас в телеграме, ссылка в описании. Первая подтвержденная фича это Apple Clips, фишка с помощью которой вы сможете предпросматривать разные приложения на предмет некоторых функций. Но конечно, чтобы получить полный функционал приложению, нужно будет установить полную версию программы, а Apple Clips позволит запускать лишь какую-то определенную часть программы для ознакомления. Новости о переводе страниц в Safari появились совсем недавно, буквально на прошлой неделе. Кто не знает, в Chrome есть такая вещь, с помощью которой вы можете переводить, например, англоязычную статью на русский язык. В Safari такого нет, и люди очень хотят эту фишку. Наконец-таки в iOS 14 она будет добавлена. Есть такое приложение в App Store под названием Dark Sky Weather. Говорят, что это одно из лучших погодных приложений, которые только есть на iOS. И совсем недавно Apple их приобрела, и по итогу мы увидим это все дело в стандартной погоде в iOS 14. Dark Sky Weather это классная программа с подробной информацией, и похоже, в iOS 14 нас ждет реально хорошее обновление приложения погоды, которого, кстати, уже давно не было. Заговорил о погоде и вспомнил момент, что в последнее время меня часто посещают мысли о покупке Apple Watch. На них можно смотреть всю информацию с вашего устройства, принимать звонки и сообщения, но я немного не понимаю, буду ли я использовать Apple Watch так, как это должно быть. А покупка ради покупки это немного не мое. В момент монтажа видео я зашел на e-каталог и как-то в рекомендованных сразу увидел и Apple Watch. Пятой серии, то есть это, наверное, последний, по-моему, Apple Watch, который есть. Но на e-каталоге можно найти все что угодно, то есть просто вбиваете в поиск и все ищется. Что касается Apple Watch, то здесь мы видим подробную информацию, характеристики, отзывы, чтобы посмотреть, как люди используют часы, какие фишки люди видят для себя. Это реально помогает в принятии решения о покупках. e-каталог также подбирает вам самые классные цены, можно отсортировать все по цене и в итоге вы увидите самые топовые предложения вверху списка и поймете, стоит ли сейчас покупать их или нет. И, кстати, динамика цен идет вниз, что очень топово, учитывая, что курс доллара немного подрос. Так что, возможно, сейчас самое время покупать Apple Watch. Я вот никак не могу определиться, ребят, оставлю для вас ссылку также на Apple Watch пятой серии в описании к видео, переходите и напишите в комментариях, стоит ли покупать Apple Watch или это бесполезное устройство. Немного отвлеклись, вернемся к iOS 14. Говорят, нас еще ждет обновление приложения здоровья и фитнес. Я сейчас вообще не захожу к здоровью, потому что это приложение для меня максимально бесполезное. Там нет того контента, который мне интересен. Во ВИС 14 говорят, здоровье объединится со сторонними приложениями и в здоровье появится больше активности, больше какого-то текстового контента, чтобы читать, что к чему и как работает фитнес. Возможно, какие-то обучающие видео фитнеса. То есть, это должно быть интересно и здоровье станет, в конце концов, чем-то хотя бы читаемым и там вы будете черпать для себя новую информацию. iOS для планшетов, на данный момент она называется iPadOS, она просто стремительно изменяется. Если мы посмотрим на iOS на iPhone и iPadOS, это, по сути, две разные системы. Говорят, что Xcode приходит на iPad, а это говорит, что, возможно, на новых планшетах с iOS 14 будет поддержка Final Cut Pro. Это будет просто вынос башки. Я представляю, сколько людей просто ринутся покупать новые iPadOS 14 ради одного Final Cut. Final Cut это приложение для монтажа, которое использую я на Mac для монтажа и огромное количество людей. В них даже фильмы монтируют. То есть, представьте, если это все дело появится на iPad. Это будет просто топовая фича. В новой системе в сообщениях будет два главных нововведения. Первое, вы сможете ставить собачку, писать ник какого-то человека, и он получит эксклюзивное уведомление. Очень полезно для групповых чатах. И также в стандартных сообщениях, если вы общаетесь через iMessage, вы наконец-таки сможете удалять сообщение. Представьте, 20-й год, а там нельзя до сих пор этого делать. В iOS 14 появляется новое приложение. Пока что не совсем ясно, это будет именно отдельная программа или это будет кит для разработчиков. Этот софт называется Gobi. И с помощью него вы сможете сканировать QR-коды в разных бизнесах, чтобы смотреть какую-то информацию. Зачастую это связывает даже с карантином. Потому что, когда вы приходите, например, сейчас в кафешке, там вам не дают меню. Там вам показывают QR-код, вы его сканируете, на своем устройстве открываете меню. Это звучит как какое-то мать его будущее. Но на самом-то деле так сейчас и происходит, по крайней мере у нас в Харькове. Так вот, с помощью этой фишки Gobi вы сможете сканировать QR-коды, например, в Старбаксах или в каких-то других кафешках, даже в магазинах. И просматривать информацию, например, меню, что есть в наличии и так далее. Это интересно и это реально будущее, которое вот уже на носу. Виджеты. Так сложилось, что в iOS 14 одна из запрашиваемых фишек это, наконец-таки, добавление виджетов. Для тех из вас, кто будет писать в комментариях, что зачем превращать iOS в Android. Ребят, вы можете не переживать. Виджеты, если они вам не нравятся, их можно просто не добавлять и оставить только одни иконки. Но на самом-то деле, если это будут аккуратные плашки виджетов, то это будет максимально полезно. Даже погоду интереснее будет смотреть. Вот согласитесь, вот так, если зажать сейчас иконку погоды, вот так выглядит круче. Такой бы виджет я хотел поставить. Или какие-то, я не знаю, карты, чтобы смотреть, где я нахожусь. Иногда нужен какой-то ориентир. Или что-то подобное. То есть, даже вот музыку хочется в нормальном виде, чтобы не дрочить вот эту шторку постоянно. То есть, это реально нужно. Это реально удобно. Вот мы попользуемся. И даже черная тема спасения с виджетами будет казаться ничем. Потому что, мне кажется, виджеты это реально интересно. Оптимизация. Это тоже важный момент, который требуют пользователи от Apple. И уже сейчас Apple меняет подход к бета-тестированию iOS 14. Если раньше нам выкатывали просто бету со всеми функциями, со всеми фишками. И потом просто допиливали эти фишки до релиза. А баги тянулись от первой бетки вплоть до этого самого релиза. Сейчас же Apple будет постепенно добавлять в беты новые функции и новые фичи. То есть, так Apple будет смотреть, что влияет на появление багов и фиксить их прямо на корню. Так что, оптимизация будет. И это просто отличная новость. Потому что батарейка в 13-й системе это полная задница. Десятая подтвержденная фича iOS 14 это новый экран домой. Тот хомскрин, к которому мы привыкли, он никуда не девается. У нас все так же остаются иконки, которые будут разбавлены виджетами. Но новый экран будет по какому-то свайпу или по какой-то отдельной кнопке. И это будет выглядеть как список из приложений. Сверху будут те программы, в которых есть уведомления. А внизу те приложения, в которые вы часто не заходили или вообще установили и даже никогда не открывали. То есть, так вы сможете быстрее ориентироваться в своем устройстве. И смотреть те программы, в которых есть какие-то напоминания или уведомления для вас. Что же, ребят, пишите в комментариях, ради чего вы обновитесь на iOS 14, даже не думая. Мои топ-2 это, конечно, виджеты и оптимизация. Этого жду больше всего от новой системы. А вы пишите в комментах ваши топ-фишки. Будем с вами общаться, как мы это обычно делаем. Ну и, конечно, оценивайте видео пальцем вверх. Подписывайтесь на канал. И пока.